Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели и читатели портала «Вестник Кавказа». С вами Владимир Нестеров. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько выгодно Украине отгораживаться от России, и не только от России, от бывших союзных республик, если речь идет о выходе из СНГ? Понятно. Украине невыгодно отгораживаться от России и выходить из СНГ. А вот руководство нынешнему Украину – это выгодно, потому что нынешнее руководство Украины четко сориентировалось на Западную Европу, а еще больше на Соединенные Штаты. И они понимают, чем больше у них будет конфронтации с нашей страной, тем больше таких плюсов они получат и положительных эмоций со стороны своих западных покровителей. Я хочу напомнить, что когда они говорят о денонсации Беловеческих соглашений, они забывают, что соглашение, которое подписала Украина наряду с Белоруссией, Россией, с Конфедерацией тогда, о создании СНГ, оно было в пакете с соглашением о прекращении денонсации союзного договора 22-го года, то есть соглашение о распаде Советского Союза. И это было как альтернатива СНГ тому, что произошло. Ну, как они сейчас из пакета это будут вытаскивать? Ну, давайте тогда вернемся к тому, что ничего этого не было. Тогда будем считать, что Украина находится в составе Советского Союза вместе с нами и с другими странами. Ну, это понятно, что это из области фантастики. Но, тем не менее, Украина потеряет по многим параметрам. И они при этом приводят пример, что вот Грузия вышла, ничего же не случилось. Она пользуется многими договорами, которые были заключены в рамках СНГ по беспощадной торговле, по зоне свободной торговли. Но есть разница. Грузия присоединялась к договору об СНГ, а Украина его создавала. Поэтому, если Украина выходит, у нас есть все основания аннулировать все соглашения, которые вытекали из ее членства в СНГ. Поэтому, я думаю, что у украинцев там могут возникнуть серьезные проблемы. Тем более, с учетом ассоциированного членства в ЕС, оно вступает. Правда, отложено на год, экономическая часть. Но вступит же все равно. Значит, сразу будут закрыты границы, сразу будут введены пошлины. Там могут возникнуть проблемы с визовым режимом. Ни много, ни мало в России трудится 5 миллионов украинцев. Значит, по подсчетам наших экономистов, только в 2013 году эти трудящиеся, которые из Украины работают у нас, они перечислили официально по банковским каналам 3,4 миллиарда евро. Это то, что они пошли в банки. А многие провезли это в карманах, в кошельках, я не знаю, другим путем. Это еще столько же, не меньше. Порядка 7-8 миллиардов долларов украинский бюджет получал от того, что здесь работают гастарбайтеры с Украины. Значит, если будет введен визовый режим, значит, соответственно, этот канал прекратится. Я думаю, что вот эти 5 миллионов спросятся своих кельских руководителей, властей. Куда же нас тянется? Куда вы нас тащите? Для чего все это нужно? Я надеюсь на благоразумие президента Порошенко, который все-таки, надеюсь, не подпишет этот закон о выходе Украины из СНГ. А вот правительство Украины новое, оно для новейшей истории Украины, для суверенной, оно, скажем, достаточно оригинальное в плане того, что появились 3, так если точнее выразиться, нео-украинца, 3 бывших иностранца, получившие паспорта из рук Порошенко. Это гражданка США, граждане Грузии и Литвы, и портфели им достались не самые плохие, то есть портфели Министерства финансов, ключевые, да, Министерства экономики, то есть вся экономика де-факто в руках иностранцев и Министерство здравоохранения. Первый вопрос, который возникает, ну неужели среди 40-миллионной страны, 40 миллионов человек, не нашлось хороших специалистов, что нужно было приглашать специалистов из-за рубежа и в срочном порядке им выписывать украинские паспорта? Ну, знаете, здесь комментировать даже нечего, это настолько смешно. Вы можете себе представить, чтобы в правительство Соединенных Штатов вошел какой-то, я не знаю, там, албанец или какой-нибудь, я не знаю, там, литовец в качестве министра, получив для этого сразу срочно гражданство. Но любая уважающаяся страна так не сделает. Мне кажется, они даже не понимают, что они творят. Что это 40 миллионов народа, которые завтра, вот я слышу каждый день новости с Украины, там нет газа, там не подвезли продовольствие, здесь отключили больницы, нет тепла. А что дальше будет? Вы думаете, вот эти волнения, которые идут сейчас в Венеции, значит, в Харькове, это просто так? Это уже первое недовольство нынешней властью. Это опять народ пошел на баррикады, то есть Майдан, если так будет продолжаться, может повториться. Ничего хорошего от этого не будет. Нам не нужна воюющая Украина, это вечная будет проблема в центре Европы. Кому это надо? Нам не надо. В Западной Европе тоже не надо. Когда они приглашали настойчиво в Украину в ЕС, Западная Европа преследовала вполне нормальные цели. Они хотели получить огромный рынок труда, дешевого труда, рабочей силы и большой рынок сбыта. При этом, используя нашу беспошлиную торговлю, часть товаров переправлять к нам, значит, беспошлия. Они не думали, что может получать воюющую страну в конфликте с Юго-Востоком, с бандами, которые бродят по всей Украине. Они вооруженными. Вот им нужна эта вечная конфликтная ситуация? Не нужна. Американцам все равно. Они далеко за океаном. Ну, пусть там не грузоваться, воюют. А Западной Европе это не надо. Потому что, я думаю, что если бы они знали, чем это закончится, они даже близко не позвали Украину, Евросоюз. Поэтому наличие этих иностранцев, ну, если это поможет Украине, я думаю, что они с этого не начинают. Надо садиться и понимать, где они стоят. Сколько у них денег, какие у них планы, на кого они рассчитывают. И кто им реально поможет. Пока все это вот декларация. Мы вам сделаем то, мы вам поставим это. Но пока все это ограничивается косметическими мерами. Вот. А потом есть долги, которые надо погашать, в том числе, в нашей стране. Три миллиарда долларов, которые они год назад получили. Ни за что, по сути, да? Вот. И после этого, значит, совершили государственный переворот. Большое спасибо, Владимир Михайлович. Я напомню, что у нас в гостях был первый заместитель, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Владимир Джабаров. Спасибо.